Мама у меня повар по первой профессии, у нее около пяти разных. Мой старший брат шеф-повар тоже в Москве. У меня прям вот как-то этот выбор не особо стоял, не потому что кто-то меня принуждал, а потому что, ну, это было как-то очевидно. Я тоже с детства готовлю, как и брат. В общем, мы такие самостоятельные были. Много экспериментировали на кухне. Хорошо, что до пожара не дошло. И первую шаурму в СССР, даже еще не в России, а также первый фаляфель готовили вот именно у нас на Тверской. Это было и в ресторанной подаче, и в подаче, вот как сейчас она существует, фастфуда. Скажите, пожалуйста, как вот именно от шаурмы вы пришли вот все-таки к постной кухне? Ну, там достаточно просто все было. Я дальше работал уже в 90-е, да, это такой дикий подъем ресторанного бизнеса в России. Я в ресторане французской кухни готовил, потом смешанный кузин, то есть там, да, из разных стран мира. В ночном клубе работал очень долго. В общем, 18 лет я отработал в ресторанном бизнесе, дослужился до шеф-повара. Тот чудо на нас вышел Келлари Данила Монастыря. Мы стали с ним общаться, вот эти вопросы с меню для бездомных обговаривать, все технические стороны. А потом он сказал, вот мне этот шеф-пор нужен сюда. А я подумал, ну почему бы и нет, да? То есть пора уже. Вот устал я от ночного клуба, все-таки для христианина это тяжело. Насколько приходилось вообще готовить и насколько разнообразные блюда? Ну вот у нас в Даниловом монастыре мы готовили на 500 человек в день. Это настоящее большое производство. Что касается разнообразия, оно нужно, потому что устает. Есть одно и то же. Плохо питаешься, начинается уныние. То есть к тому, что плохо питаться, нужно прийти. Это вот такой, это следующая ступень духовной эволюции. До этого нужно питаться разнообразно и правильно, чтобы и здоровым быть, чтобы были силы на молитву. Уставщик рассчитывает весь круг служения. Ну, на неделю, как правило, расписывает. И в зависимости от того, какая служба служится, во время поста дозволяется или не дозволяется определенные продукты. Посмотрела ваши рецепты, и мне показалось, что там преобладает очень много круп и овощей. Поста – это в первую очередь, конечно, про овощи и про крупы. Ну, круп вообще один из специалитетов русской кухни. Сотни блюд, если тысяча из круп существует в русской кухне, они входят там и в первые блюда, и во вторые блюда, и десерты нужно из них готовить. Ну, и овощи. Они доступны, недороги. Из них очень много можно самого разного сделать, в том числе те же самые котлеты. А готовите ли вы из вологодских продуктов? Может быть, что-то любите? Я, наверное, сейчас в этом жутко затасканную вещь скажу, что, конечно, постоянно использую вологодское масло. Но не в пост, конечно, не в пост. Приятно находиться в вашем городе, прекраснейший монастырь. Я очень рад, что здесь проходит этот конкурс и надеюсь, что он будет проходить как минимум ежегодно. Вам хочу пожелать успехов и берегите друг друга вот в это сложное время. Давайте все будем друг другу помогать, как можем, тогда все у нас будет хорошо. Спасибо, друзья.